Субтитры делал DimaTorzok Подумайте, как эту резину получают? Резину делают из натурального каучука. Каучук добывают из специальных пород деревьев. Это их сок, ребятки. Этот сок деревьев привозят на фабрику, туда добавляют специальные красители и оставляют на несколько часов. Затем это все разливают в специальные формы. Следующий этап – вулканизация. Шары обрабатывают паром и горячей водой, после чего их тщательно промывают, просушивают, засыпают пальком, и вот так получается вот такая резина для такого воздушного шарика и шарик сам. А кто-нибудь знает, когда появился вообще первый латексный шарик? Не знаете? В летописи еще, представляете, 12 века рассказывалось о том, что в карельских деревнях и поселках у каждой семьи был свой воздушный шарик, но делали их из шкур китов и выхов. Эти шары были взрывоопасными. Люди использовали их для перемещения из одного населенного пункта в другой. И только в 1931 году Нейлон Тайлотсон изобрет первый вот такой патерский шарик, который мы сейчас имеем. Ребятки, а давайте мы их сейчас попробуем надуть? Да! Попробуйте. Берите шарики, пробуйте их надуть. Пробуйте надуть. Они дырявые. Дырявые. Дырявые? Да. А что же нам делать, раз шарики дырявые? Почините. Давайте попробуем починить. Выбирайте материал, чем вы будете чинить шарики. И садитесь за столицу. Мы, значит, выбрали пластилин. Ребятки, а давайте еще возьмем вот здесь, здесь ниточки и клей. Кто возьмет ниточку? Амаля, давай попробуй ниточкой это делать. А кто возьмет клей? Клеем. Кто-нибудь хочет попробовать заклеить? Клей не хотите, да? Ну все, пробуем. Сейчас аккуратно заклейте свои отверстия, а потом попробуйте надуть. Получилось у вас починить шарик или нет? Пробуем. Амаля, давай попробуем. Продолжение следует... Смотрите, Соня, вот сделала ниточки. Сонечка не пропускает воздух? Так, у Максима заделан шарик скотчем. Сейчас проверим, будет ли он пропускать его или нет. Смотрите, малярным скотчем можно заделать отверстие, ребятки, ниточкой. У Сони завязана ниточка. Сейчас, Сонечка, на дуй шарик, давай мы тоже его завяжем. Давайте тогда не будем завязывать, а просто посмотрим, будет пропускать или нет. Вот ниточка завязана и не пропускает, ребятки. Полина, ты чем заделала? Скотчем. Давайте сделаем теперь вывод. Чем можно заделать дырочку на шарике? Скотчем. Скотчем малярным, да? А вот такой скотч можно заделать? Почему нельзя таким? Не получается. Потому что пропускает. И можно заделать чем еще? Ниточкой. Пластилином разу можно заделать? Нет. Нет, пластилином не заделать, потому что он отхватывает. Помогите мне. Так, кто сумел заделать дырочку, я сейчас подарю подарок. Целый воздушный шарик, Анечка. Не подарите, я... Я пошла поищу на чердаке. Есть ли у меня шарики? Смотрите. Кто сумел дырочку заделать? Я. Максим. Вот ему подарок. Целый воздушный шарик. И сумела заделать дырочку Соня. Соня. А ты тоже скотчем заделала? Держи. Это вам подарок. Ребятки, а сейчас мы пойдем в группу? Да. Кто сумел дырочку заделать, попробуй нарисовать рисунок, что можно сделать из целого шарика. А кто не сумел заделать дырочку, тот будет рисовать рисунок, что можно сделать из дырявого шарика. Хорошо? Ну что, пойдемте. У меня цветочек шарик. У меня снеговик шарик. У меня куколка шарик. У меня куколка-шарик. У меня кинероска куколка-шарик. У меня киска-шарик. У меня куколка-шарик.